Семенящая походка и постоянная бдительность. Если потерять равновесие, то падение не избежать. Из-за весенних климатических качелей на улицах и тротуарах города образовался каток. И в ближайшее время ситуация не улучшится. У нас на улицах скользко, вот за эти дни справляются с уборкой снега и льда. Ой, вот сегодня скользко. Вчера еще вроде было нормально. Ну, пешочком пройтись можно, пару раз навернуться, вот, но так неплохо. Автомобилисты, кстати, вот жалуются, что очень скользко, клеи, все дела. В выходные, особенно когда после снегопада, это по улицам очень проблемно пройти. Скользко. У нас ведь как, снежок выпадет, проехали, прочистили, опять скользко. Погода устроила системе городского обеспечения настоящий тест на прочность. Осадки почти в два раза превысили среднегодовую норму, а перепады температур приходились, как правило, на выходные. Люди действительно работают без выходных, то есть это непростая задача, для них стараются. То есть мы изменили работу центра ЖКХ, теперь они выходят с 6 утра, чтобы успеть сделать максимально для того, чтобы люди могли добраться до работы. Понятно, что не все нам удается, но тем не менее мы действительно стараемся и, надеюсь, мы приведем эту ситуацию в надлежащий образ. Труды работников дорожно-эксплуатационных предприятий также не прошли впустую. В частности, они не допустили на дорогах транспортного коллапса. Существенно усложняет их работу старое оборудование. Последний раз его меняли около 10 лет назад. Мы уже попробовали там, наверное, 5 разных вариантов работы на наших дорогах. То есть есть положительные отметки, есть отрицательные результаты. То есть понятно, что дороги первой категории удается содержать в более-менее исправном состоянии. Дороги третьей категории на самом деле находятся в весьма плачевном. Тут мы это признаем. Изучив опыт наших соседей, сотрудники администрации планируют в этом сезоне пересмотреть систему работы и финансирования дорожно-эксплуатационных предприятий и управляющих компаний.